Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео представляю вам обзор и отзыв на книгу Питера Бергера «Священная завеса. Элементы социологической теории религии». Данная работа – это попытка описать феномен религии с точки зрения эмпирической социологии. По этой причине в этой работе оставлены в стороне любые суждения о конечной истине и суждения об иллюзорности религиозного взгляда на мир. Неимплицитно, неэксплицитно в этой книге автор не обращается к теологической аргументации. Эта книга не является трудом по социологии религии. Эта книга – упражнение в социологическом теоретизировании и ставит перед собой более скромную цель – окончательно показать, что религия с социологической точки зрения является продуктом истории. В книге две части – систематическая и историческая. Строго говоря, только первая представляет собой упражнение в теоретической социологии. А во второй части автор показывает, насколько, так сказать, полезна эта точка зрения в смысле понимания конкретных социально-исторических условий в контексте современных. Наконец, написание книги – это середина 60-х годов XX века, современных представлений о секуляризме и секуляризации. Эта книга связана с уже рассмотренной нами ранее книгой «Социальное конструирование реальности» Бергера и Лукмана. В особенности первая и вторая главы вот этой книги представляют собой приложение социологии знания к феномену религии. Напомним себе одну из мыслей, которая озвучена вот в этой книге, в книге «Социальное конструирование реальности». Мысль о том, как формируется общество и его правила, как эти правила поддерживаются внутри общества после того, как они сформированы. Содержание книги «Священная завеса». Предисловие. Часть 1. Систематические элементы. Глава 1. Религия и конструирование мира. Глава 2. Религия и поддержание мира. Глава 3. Проблемы теодицеи. Глава 4. Религия и отчуждение. Глава 5. Процесс секуляризации. Глава 6. Секуляризация и проблема достоверности. Глава 7. Секуляризация и проблема легитимации. Приложение 1. Социологические определения религии. Приложение 2. Социологическая и теологическая перспективы. Именной указатель. Несмотря на то, что книга довольно тонкая, здесь всего чуть больше двухсот страниц. И вроде бы как может показаться, что ее можно проглотить за один присест. Однако, при чтении подобных книг мы сталкиваемся с тем, что по мере чтения нам встречаются непонятные термины и слова. Или даже словосочетания, которые описывают какой-либо социологический или религиозный термин или феномен. Поэтому приходится останавливаться, лезть в словарь, выписывать эти термины в отдельную тетрадку или на листик. И потом заново перечитывать абзац, а может быть целую страницу, чтобы понять, о чем же говорит автор. Поскольку у нас уже есть словарь социологических и философских терминов, которые мы набрали из книги, допустим, Бергера и Лукмана «Социальное конструирование реальности». Философский словарь, который мы с вами составили, когда читали книги Бодрияра, особенно «Систему вещей» и «Критики политической экономии знака». Поэтому меньше незнакомых слов нам будет встречаться в книге «Священная завеса». Однако они будут встречаться. И понимание этих слов зависит не только от их, собственно, словарного значения, но и от контекста, в котором они употребляются. Прежде чем я перейду к обзору по главам книги «Священная завеса», хотелось бы немножко отвлечься и поговорить о «Священном» или «Сакральном» и «Профанном». Согласно Оксфордскому словарю английского языка, «Священная» в английском языке раннего нового времени относилась к индивидуальным вещам, людям и событиям, которые были отделены и получили право на почитание. При этом, если мы рассмотрим примеры словаря в строке «Как могла священный заповедный плод сорвать кощунственно» по священии священной памяти Сэмюэля Батлера, формальном обращении «Ваше святейшество», «Your sacred majesty», фразе «Концерт духовной музыки», «Secret concert». Практически невозможно сказать, что отделение или почитание во всех этих случаях направлено на один и тот же акт. Субъект, по отношению к которому эти вещи, события или люди заявляются как священные, не находятся в одном и том же отношении к ним. Именно в конце XIX века антропологическая и теологическая мысль свела множество пересекающихся контекстов использования понятия, укорененного в меняющихся и неоднородных формах жизни, в единую неизменную сущность и заявила, что она является универсальным объектом человеческого опыта, который называется религиозная. Классическая же формулировка принадлежит Дюркгейму. Все известные религиозные верования, простые или сложные, содержат одну и ту же общую черту – разделение всех реальных или идеальных вещей, которые могут представить себе люди на два класса, два противоположных рода, обычно обозначаемые двумя различными терминами, которые достаточно хорошо передаются словами «профанное» и «сакральное». Разделение мира на две области, одна из которых включает в себя все то, что священно, а другая – все то, что является профанным – вот отличительные черта религиозного мышления. Верования, мифы, догмы и легенды – это представления или системы представлений, выражающие природу священных вещей, свойств, способностей, которые им приписываются, их историю, отношения между собой и с профанными вещами. Но под священными вещами не следует понимать только те личностные существа, которые называются богами или духами – гора, дерево, источник, булыжник, кусок дерева, дом. Словом, любая вещь может быть священной. Обряд также может обладать этой характеристикой. Фактически, не существует обряда, которому она не была бы присуща хоть в какой-то степени. Есть слова, выражения и формулы, которые могут исходить только из уст посвященных лиц. Есть жесты и действия, которые не могут совершаться всеми. Цитировалось по Дюркгейму «Элементарные формы религиозной жизни. Тотемическая система в Австралии». Издательство «Москва. Элементарные формы. 2018 год. Страница 80-81». Однако, критики протестовали против идеи Дюркейма о том, что профанные и священные являются взаимоисключающими сферами, поскольку профанные вещи могут становиться священными и наоборот. Позднее критики стали утверждать, что священное и профанное обычно смешаны воедино. Тем не менее, даже эти критики принимают тезис об универсальности сакрального, которое оно представляет как особый тип власти. Идея, против которой они протестуют, состоит в утверждении жесткого определения сакрального от материальности повседневной жизни. Также следует напомнить вам, зрители, что мы разбирали летом 2020 года в видео, которое есть на канале, книгу «Священное единство» Грегори Бейтсона, где мы уделили большое внимание сакральному и профанному. Там это немножко было сделано в других терминах. Я приводил пример уробороса, змея, который пожирает свой хвост. А Бейтсон в своих трудах приводил такой пример, что если у нас есть нейтральная точка, в которой нет ни сакрального, ни профанного, если мы начнем от этой точки удаляться, если в одну сторону у нас будет нарастать сакральное, священное, а в другую сторону профанное, то в какой-то момент это превратится в ультра-священное и в ультра-профанное. И в тот момент, когда это превратится вот в эти, то, что я сейчас сказал, то они, их невозможно будет отличить одно от другого, и они сольются вместе. Как раз, как змей, который пожирает свой собственный хвост. Продолжая изучать источники, мы обнаружим, что представляемые как универсальной оппозиции сакрального и профанного не существуют в книгах, написанных до начала нового времени. В средневековой теологии превалирующие антиномии заключались в божественном, дивине, и дьявольском, сатанике. Оба представляют собой трансцендентные силы. Или в духовном, спиритуал, и мирском, темпорал. Оба представляют земные институты, а не в сверхъестественном, священном и естественном, профанном. И мы переходим к обзору глав книги Питера Бергера «Священная завеса». В первой главе, которая называется «Религия и конструирование мира», Бергер снова напоминает нам о таких процессах, как экстернализация, объективация и интернализация. Базовый диалектический процесс общества включает три момента, или три шага. Экстернализация, объективация и интернализация. Эмпирически корректное представление об обществе достигается только если эти три момента понимаются совместно. Экстернализация – это непрерывное излияние человека в мир в сферах физической и ментальной активности. Объективация – это обретение реальности. В результате такой физической и ментальной активности, которая противостоит ее создателям, как фактичность. Которая является внешней и иной по отношению к индивиду. Интернализация – это вторичное усвоение человеком этой реальности и преобразование ее из структур объективного мира в структуры субъективного сознания. Экстернализация – это антропологическая необходимость. Общество, как объективная реальность, представляет человеку мир для жизни. Этот мир заключает в себе биографию индивидуального, которая раскрывается как серия событий в рамках этого мира. Собственная жизнь индивида объективно реальна, только будучи осмысленной в рамках значимых структур социального мира. Индивид может иметь любое число субъективных интерпретаций, ну а остальные будут их считать странными или совершенно недостижимыми. Какими бы ни были эти интерпретации, всегда будет существовать объективная интерпретация индивидуальной биографии, помещающая ее в общепризнанную систему координат. Жизнь индивида будет представляться объективно реальной, причем как для него самого, так и для других, только если она будет локализована в рамках социального мира, который сам по себе представляет объективную реальность. Всякое существующее во времени общество сталкивается с проблемой передачи объективированных смыслов от поколения к поколению. Эта проблема решается при помощи социализации, процесса, в рамках которого новые поколения обучаются жить в соответствии с институциональной программой общества. Индивид не только выучивает объективированные смыслы, но при помощи их индивид формируется и идентифицирует себя с ними. Индивид усваивает мир через общение с другими, и что более того, идентичности мир остаются реальными для него только до тех пор, пока он продолжает это общение. Полная социализация эмпирически недостижима и теоретически невозможна, хотя бы по причине биологической изменчивости индивидов. Социализация успешна, если устанавливается высокий уровень симметрии между субъективным и объективным. Менее успешная социализация ведет к какой-либо асимметрии. Если в результате социализации не происходит интернализация даже самых важных смыслов общества, последнее будет сложно считать жизнеспособным. Такое общество будет не в состоянии обеспечить преемственность, гарантирующую сохранение его во времени. Сложность поддержания жизнеспособности мира психологически выражается в сложности сохранять этот мир субъективно достоверным. Мир создается в создании индивида благодаря общению со значимыми другими родителями, учителями, однокашниками. Причина, по которой большинство из нас не подозревают о ненадежности подобного поддержания субъективной достоверности мира, чаще всего кроется в непрерывности общения со значимыми другими. Поддержание этой непрерывности является одним из важнейших безусловных требований социального порядка. Социальный мир стремится к тому, чтобы его в как можно большей степени считали само собой разумеющимся. Социализация успешна только настолько, насколько это само собой разумеющееся качество интернализируется. Оторванность от общества подвергает человека множество опасностей, с которыми он не в состоянии справиться в одиночку, а в крайнем случае опасности неизбежного уничтожения. Оторванность от общества также является источником непереносимого для индивида психологического давления, укорененного в антропологических основаниях социальности. Главная опасность такой оторванности состоит в утрате смысла. Она оборачивается кошмаром. В нем индивид погружается в мир беспорядка, бессмысленности и сумасшествия. Реальность и идентичность в результате самообмана трансформируются в ужасающие образы. Быть в обществе – это означает быть разумным. Сейн. Как раз в смысле защищенности от абсолютного безумия ужасов аномии. Аномия непереносима до такой степени, что для индивида смерть может быть предпочтительнее. В свою очередь, стремление к существованию в рамках упорядоченного «номик» мира может строиться на жертвах и страданиях, и даже на смерти, если индивид убежден, что эта величайшая жертва имеет важное значение для установления порядка. Всякий раз, когда социально установленный порядок начинает восприниматься как данность, происходит слияние его смыслов со смыслами, которые считаются фундаментально укорененными во Вселенной. Мы поговорили о том, как создается общество и формулируются правила жизни в этом обществе. И как эти правила передаются следующему поколению. Узнали о том, что социализация не происходит на 100% и что есть трудности с передачей правил жизни в обществе следующему поколению. Не стоит думать, что наши предки были глупее нас. Отнюдь. Они заметили, что есть отклонения при передаче знаний об устройстве общества, знаний о том, что можно и что нельзя. Человек забывает. По этой причине он нуждается в постоянном напоминании. В самом деле, можно утверждать, что одна из старейших и наиболее важных предпосылок образования культуры это существование института таких напоминаний, жестокость которого на протяжении многих столетий совершенно логична с точки зрения той забывчивости, с которой он должен был бороться. Однажды у одного индивида или группы индивидов возникла идея о том, как упростить передачу этих социализирующих знаний. Передать так, чтобы вопросы нового поколения могли быть сняты простыми, доходчивыми ответами. Одним из таких способов упрощения социализации стало создание религии с ее заповедями, запретами, грехами и эпитемией. Когда на вопрос «А почему так?» отвечалось «Боженька не велит». Возможно, что до создания религии люди из только что созданного общества перепробовали много других подходов, которые оказались неэффективными. И Бергер по этому поводу пишет «Религия это человеческий проект, в рамках которого устанавливается священный космос, или иными словами, религия это космизация в сакральном модусе. Под сакральным здесь понимается атрибут мистический и внушающий страх силы, который является нечеловеческой, но связанной с ним, который, как считается, свойственно определенным явленным в опыте объектом». Во второй главе «Религия и поддержание мира» Бергер рассказывает о легитимации и структурах достоверности, понимая под легитимацией социально объективированное знание, которое объясняет и оправдывает социальный порядок. Это ответ на любое почему в рамках институциональных отношений. Легитимация не только сообщает человеку как должно, но и часто просто провозглашает как есть. Легитимация по большей части имеет дотеоретический характер. Религиозная легитимация интерпретирует социальный порядок через всеобъемлющий священный порядок вселенной. Она соотносит нарушение установленного порядка с темой зияющей бездны хаоса, с древнейших времен противостоящей священному. Выступление против общественного порядка всегда оборачивается риском погружения в аномию. Отрицание социально определенной реальности означает риск впадения в ир реальность, поскольку в долгосрочной перспективе практически невозможно в одиночку без помощи общества поддерживать собственные определения окружающего мира. Как тут не вспомнить Конрада Лоренца и его один шимпанзе не шимпанзе. Чтобы человеку понять, что он человек, ему нужно отразиться от другого, от другого, который скажет, покажет первому, что он человек. Более подробно обзор Конрада Лоренца я делал вот в том большом часовом видео на обзор книг по философии, которые вы можете найти на канале. Эти обзоры вышли уже чуть ли не три года назад. А мы продолжаем обозревать книгу Питера Бергера. Поговорим о структурах достоверности. Структура достоверности нужна каждому миру. Они являются так называемым социальным основанием, чтобы эти миры продолжали существовать как реальные миры для реальных людей. Вспомним о том, что миры конструируются и поддерживаются социумом. Их длящаяся реальность как объективная общая само собой разумеющаяся фактичность, так и субъективная фактичность, навязывающая себя сознанию индивида, основывается на особых социальных процессах, тех, которые постоянно реконструируют и поддерживают конкретные миры. Прерывание этих процессов угрожает реальности, объективной и субъективной мира. Разные люди понимают под такими процессами разное, однако для многих из них таким основанием является семья и работа. Очень часто при потере родных и близких, например, в результате катастрофы или несчастного случая, человек теряет опору под ногами, потому что для этого человека его родные и близкие, семья, отношения с ними были теми самыми процессами, которые постоянно реконструировали и поддерживали мир конкретного человека. Возвращаясь к теме книги, всякий религиозный мир основан на структуре достоверности, которая в свою очередь является продуктом деятельности человека. Реальность всякого религиозного мира по природе неустойчива. Другими словами, так называемая конверсия или переход индивида в другой мир в принципе всегда возможна. Эта возможность возрастает по мере увеличения нестабильности или в случаях нарушения непрерывности в соответствующей структуре достоверности. Если рассматривать религию как установление посредством деятельности человека всеобъемлющего священного порядка или священного космоса, который способен поддерживать себя перед вечным лицом хаоса, то мощь религии зависит от степени убедительности транспарантов, которой она вкладывает руки людям, стоящим перед лицом смерти или более точно неизбежно идущим ей навстречу. В третьей главе Бергер рассматривает проблему теодицеи. Теодицея это совокупность религиозно-философских доктрин, призванных оправдать управление вселенной добрым божеством. Несмотря на наличие в мире зла, или же теодицея по-другому коротко называется так называемой проблемой зла. Однако Бергер понимает теодицею несколько шире, включая в нее в том числе и объяснения и переживания аномических феноменов страдания. Что же такое аномия? Аномия это отсутствие четкой системы социальных норм, разрушение единства культуры, вследствие чего жизненный опыт людей перестает соответствовать идеальным общественным нормам. Дюргейм представлял аномию как состояние общества, при котором отсутствует четкая непротиворечивая регуляция поведения индивидов и образуется нормативный вакуум, когда старые нормы ценности уже не соответствуют, а новые еще не утвердились. Индивид видит себя так сказать правильно, то есть в системе координат реальности определенной его собственным обществом. Он также способен правильно преодолевать страдания и если все будет в порядке может даже претерпеть так называемую правильную смерть или как ее называли достойную смерть. Иными словами он может затеряться в дающем смысл номоси собственного общества. В результате, когда завеса номоса укрывает даже тот опыт, которому под силу сделать из индивида ревущее животное, бой становится переносимой, страх менее обуревающим. Не имея возможности переносить одиночество, человек отвергает собственную автономность, а не имея возможности переносить бессмысленность парадоксально находит смысл в самоуничтожении. Теодицея представляет собой попытку заключить договор со смертью. Какой бы ни была судьба любой исторической религии или религии как таковой, можно с уверенностью утверждать, что необходимость в подобных попытках будет существовать до тех пор, пока люди умирают и вынуждены будут этот факт рационализировать. В четвертой главе «Религия и отчуждение» автор продолжает рассуждать об объективности социального мира и о том, что индивид воспринимает ее как вынесенную по отношению к себе и не подчиняющуюся его желаниям реальность. Общество это продукт коллективной деятельности человека. В этом и только в этом качестве оно противопоставляется индивиду как объективная реальность. Институты общества реальны, поскольку они существуют в общей объективности социального мира. Далее Бергер возвращается к разговору об экстронализации, интернализации и объективации. Человек благодаря особенностям биологического строения непроизвольно экстронализирует себя. В коллективе люди экстронализируют себя в совместной деятельности и таким образом создают человеческий мир. Этот мир, включая ту его часть, которая называется социальной структурой, приобретает для человека статус объективной реальности. Тот же мир, как объективная реальность, интернализируется в процессе социализации и становится частью субъективного сознания социализированного индивида. Интернализация влечет за собой самообъективацию. В этом случае часть я объективируется не только в отношении других, но и в отношении себя, как набор репрезентаций социального мира. Социальное я, находящееся в непростых отношениях с несоциальным самосознанием, которому оно было навязано. Бергер снова проговаривает то, что религия создана людьми, что религия это та самая священная завеса, которая отделяет человека от смыслов, тех смыслов, до которых он хочет докопаться, задавая свои многочисленные почему. В социокультурный мир, составленный из человеческих смыслов, встраиваются тайные загадки, постулируемые в своем происхождении, как нечеловеческие. Любые результаты человеческой деятельности, по крайней мере, потенциально, возможно понять в человеческих терминах. Вуаль, загадочности, наброшенная религией, препятствует пониманию. Объективированные проявления человеческого становятся темными символами божественного. Такое отчуждение столь авторитетно у людей, именно потому, что защищает их от ужасов аномии. А мистификация институтов при помощи религиозной терминологии один из эффективных путей решения. Люди живут в мире, который они же и создали, как будто это было им предопределено силами, независящими от их усилий по миру строительству. Когда отчуждение легитимируется при помощи религии, независимость этих сил безмерно умножается в рамках как коллективного номоса, так и в рамках индивидуального сознания. Спроецированные смыслы человеческой деятельности застывают в гигантском и таинственном так называемом ином мире. Поля над миром людей в виде чуждой реальности, посредством так сказать инаковости сакрального отчуждение созданного человеком мира утверждается окончательно. Грандиозность священного, постулируемого как реальность, так сказать стоящая за феноменами внешнего мира интроицируется в сознание, мистифицируя находящиеся там структуры, созданные в процессе социализации. Грубо говоря, индивид приходит в состояние трепета перед самим собой. Начиная с главы пятой, которая называется «Процесс секуляризации», начинается вторая часть книги об историческом значении взгляда на религию с точки зрения теоретической социологии в контексте современной дискуссии о секуляризации. Снова напомню, что современный контекст это на середину 60-х годов 20-го века, когда была написана эта книга. Бергер понимает секуляризацию шире, чем отъем церковных земель. Под секуляризацией он понимает процесс, при помощи которого части общества и культуры уходят из-под власти религиозных институтов и символов. Когда мы говорим об обществе и институтах современной западной истории, секуляризация обнаруживает себя в эвакуации христианских церквей из-за властей, которые ранее находились под их влиянием и контролем, как в случае с отделением церкви от государства или в экспроприации церковных земель или в освобождении систем образования от власти церкви. Однако, когда мы говорим о культуре и символах, мы подразумеваем, что секуляризация это нечто большее, чем социально-структурный процесс. Она влияет на тотальность культурной жизни и идеации и ее можно наблюдать в уменьшении доли религиозного содержания в искусстве, философии, литературе и, что наиболее важно, в подъеме науки, как автономного и всецело-секулярного воззрения на мир. В свете общих социально-религиозных процессов, описанных в первой части книги, можно сказать, что благодаря секуляризации современный человек оказался в совершенно новой ситуации. Возможно, впервые в истории религиозные легитимации мира утратили свою правдоподобность не только для небольшого числа интеллектуалов и других маргиналов, но и для широких масс и целых обществ. Из-за этого возник серьезный кризис номизации как больших социальных институтов, так и индивидуальных биографий. Иными словами, возникла проблема смысленности и для институтов в государстве или экономике, и для заведенного порядка повседневной жизни. Глава шестая. Секуляризация и проблема достоверности. Напомним, структуры достоверности нужны каждому миру. Они являются так называемым социальным основанием, чтобы эти миры продолжали существовать, как реальные миры для реальных людей. Говоря об утрате доверия, которую сегодня переживает религия, вполне логично сначала обратиться к социальной структуре, а затем к сознанию и идеации, а не наоборот. Базовая, так сказать, локализация секуляризации находится в экономике, особенно в ее секторах, сформированных капиталистическими и индустриальными процессами. Следовательно, различные страты современного общества в различной степени подвержены влиянию секуляризации в зависимости от близости к этим процессам. Наиболее секуляризованы страты, находящиеся в непосредственной близости от них. Существует культурная задержка между секуляризацией экономики с одной стороны и секуляризацией государства и семьи с другой. В случае с государством это происходит из-за того, что в некоторых странах сохранилась система традиционной религиозной легитимации политической власти, даже тогда, когда они уже превращались в современные промышленные государства. Бывшие религиозные монополии больше не могут считать само собой разумеющейся лояльность клиентов граждан. Лояльность добровольна и поэтому не может быть гарантирована. В результате религиозные традиции, которые ранее могли авторитарно навязываться, теперь необходимо реализовывать на рынке. Теперь ее нужно продать клиенту, которого не принуждают покупать. Религиозные институты здесь становятся маркетинговыми агентствами, а религиозные традиции продуктами потребления. В любом случае, в этой ситуации большая часть религиозной активности контролируется логикой рыночной экономики. Основной текст книги заканчивается на седьмой главе «Секуляризация и проблема легитимации». С секуляризацией более-менее разобрались, что же такое легитимация. Итак, легитимация может быть представлена по трем направлениям. Первое. Это процесс признания субъектом значимости общественно-политической реальности в целом и в отдельных ее проявлениях и составляющих. Второй. Способы объяснения и оправдания социальных и политических отношений и их когнитивная и нормативная интерпретация. Третий. Форма удостоверения личности граждан в государствах, где нет паспортной системы. По сути, книги нас интересуют первые два. Современное сознание стало чрезвычайно секуляризованным, то есть, что традиционные религиозные утверждения становятся все более нерелевантными для значительного числа людей. Когда религия подвергается секуляризации, то человек теряет опору, которую ранее он имел в религиозных догматах. Для человека такие догматы были средством легитимации его существования. Когда жизнь человека и планы на нее начинают казаться ничего не стоящими, чтобы жить ради них, он начинает остро нуждаться в том, что лежит вне его и ради чего стоит жить. Когда религия отходит на задний план, человек начинает искать другие способы легитимации через других людей, бренды одежды, работу в транснациональной компании и т.д. и т.п. Период успехов капитализма в науке и технике, экспансия запада, доминирование буржуазии в культуре, то есть так называемый золотой век буржуазного капитализма. Этот период характеризуется абсолютной уверенностью в культурных, политических, экономических ценностях западной цивилизации, которая в полной мере отражена в оптимистическом мировоззрении протестантского либерализма. Теологические компромиссы следовательно обсуждались не под давлением, но исходя из противостояния с секулярной культурой, которая провозграшалась в высшей степени привлекательной и достойной похвалы не только в материальном смысле, но и в смысле ценностей. Грубо говоря, они выставляли на продажу лишь определенные черты традиции. И вроде бы как не должно удивлять, что господство протестантского либерализма совпало по времени с периодом, когда буржуаз Демьер казался привлекательным и вызывал доверие к себе. В седьмой главе Бергер приводит результаты своего исследования влияния научно-технической революции на отношение людей к религии. Один из таких результатов я зачитал выше. К сожалению, Бергер американский ученый, и он исследовал только те ветки религии, которые представлены в США. Возможно, что если бы он больше интересовался восточными религиями, например, православием, конфуцианством, буддизмом и так далее, возможно, его книга была бы более полной. По мере утраты объективности или утраты реальности определений мира традиционными религиями, религия все более становится предметом свободного субъективного выбора, то есть теряет интерсубъективный обязательный характер. Кроме того, религиозные реалии все более переводятся из системы ориентации фактичности внешней по отношению к индивидуальному сознанию, в систему ориентации, помещавшую их внутрь сознания. Таким образом, например, воскресение Христа больше не считается физическим событием внешнего мира, а переводится и начинает соотноситься с экзистенциальными или психологическими феноменами в сознании верующего. Иначе говоря, предельная реальность, на которую ссылается религия, переводится из космоса или истории в сознание индивида. Космология становится психологией, история становится биографией. В книге два приложения. Первое называется социологическое определение религии. Второе социологическое и теологическое перспектива. Приложения написаны не просто так. В них Бергер сознательно дистанцируется от теологии, от интерпретации религии через теологию и говорит, что аргументация в этой книге находится строго в системе координат социологической теории. Ни теологических, ни анти-теологических импликаций в ней нет. Если кто-то считает, что такие импликации должны быть присутствуют в скрытом виде саб-роса, то я могу заверить, что он ошибается. Не существует и внутренней необходимости для социологической теории вступать в диалог с теологией. Все еще распространенное среди теологов представление, что социолог всего лишь ставит определенные вопросы, на которые затем должен ответить теолог, его партнер по диалогу должно быть отброшено на очень простых методологических основаниях. Вопросы, которые возникают в системе координат эмпирической дисциплины, не допускают возможности ответа на них и система координат неэмпирических и нормативных дисциплин. Обратная операция также невозможна. Конец цитаты. Возможно, что эта книга станет одной из первых книг серии студия религиоза, отзыв на которую я делаю на канале, и возможно, что дальше последуют отзывы еще на некоторые книги, если я смогу купить еще книги этой серии, потому что, например, Бергера Священной Завесы уже в продаже нет. Или она продается у перекупов в 5-6 раз дороже той цены, по которой я ее покупал. Что очень печалит и наводит на некоторые грустные мысли о том, что у нас эта тема в России интересна очень малому количеству людей. На этом я с вами прощаюсь. вы знаете, что делать. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик уведомления, там все уведомления, поставьте лайк. Кто-то, конечно, захочет написать комментарий, напишите, не стесняйтесь. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам всяческих успехов и до новых отзывов.